Потому что бывают такие осложнения после вакцинации, после которых ребёнок имеет такие заболевания, как поражение ЦНС, были также отёки головного мозга. Просто когда я вынашивала с мальчика, я тоже была уверена, что с моим ребёнком ничего не случится. Нет, только не со мной, у нас будет всё хорошо. Мне несколько девочек уже говорили, писали, что вот она относится к своему ребёнку как инвалиду, а мы не считаем своих детей инвалидами. Всем привет! Меня зовут Гульнас, я мама особенного османчика. На своём канале я рассказываю вам о том, как мы родились с пороками развития, как мы справлялись с нашими заболеваниями, что предстоит нам, как мы живём и радуемся этой жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии к нашим сюжетам. Мы очень рады общению с вами. Сегодня я бы хотела поговорить с вами на тему прививок к детям, потому что на сегодняшний день у вас мальчика не сделала ни одной прививки. Нам уже исполняется два с половиной года через недельку. И хотела бы пообщаться с вами на эту тему, потому что тема на самом деле очень глубоко обсуждается в просторах интернета и вживую. Очень часто мамы отказываются от проведения вакцинации. Мне бы хотелось услышать мнение, ваше мнение, если вы отказываетесь от прививок, то почему? Почему идёт такой шквал отказов от прививок? Потому что бывают такие осложнения после вакцинации, после которых ребёнок имеет такие заболевания, как поражение ЦНС, были также отёки головного мозга. Я сейчас не буду рассказывать в подробностях, пугать вас, потому что даже если это единичные случаи, всё равно мама начинает настораживаться и думать, просто когда я вынашивала с мальчика, я тоже была уверена, что с моим ребёнком ничего не случится. Нет, только не со мной, у нас будет всё хорошо. Когда нам сообщили на шестом месте беременности, диагноз расщелина губы и нёба, тогда да, меня как окатили холодной водой, и я тогда думала, почему я, почему мой ребёнок? И после этого я начала настораживаться и по поводу прививок. И я не знаю, как с этим справиться. В принципе, я не против прививок, но, видимо, благодаря интернету на сегодняшний день, 21 век, мамочки читают ужасы, и поэтому идёт такой шквал отказов от мамочек в проведении вакцинации. Раньше не было интернета, и такие случаи, они оставались, скажем так, в избе, то есть не выносился мусор из избы, как говорится, не распространялись такие случаи со скоростью света. Поэтому я бы хотела спросить у вас, были ли у вас случаи, например, что ваш ребёнок перенёс данную инфекцию, несмотря на то, что был ребёнок вакцинирован. Я слышала, что бывали и такие случаи. Вот. И меня ещё интересует такой момент, контролируют ли это как-то врачи и приглашают ли они сами на прививки, подсказывают ли они вам, когда нужно делать прививки. Просто по своему опыту хочу сказать вам, что когда родился османчик, к нам пришёл всего лишь один раз врач после выписки из больницы, и один раз пришла медсестра. Всё на этом, нами никто не интересовался, мы никогда не обращались в поликлинику. Но не считая только тех случаев, когда нам нужно было ехать на операции, и мы приходили за направлением на анализы. То есть я помню, что в карточках, когда мы росли, я смотрела свои карточки, что там ежемесячно до года мама ходила, взвешивали рост, вес, всё это записывалось. Все эти писанины делала я сама в карточку ребёнка, взвешивала, измеряла рост, скажем так. Я понимаю, что у нас городок маленький, всего 28 участков, если я не ошибаюсь, и из 28 участков на 8 участках отсутствует педиатр, то есть работать некому. И среди педиатров есть несколько человек, которые уже давно на пенсии, но они продолжают работать, потому что работать некому. А может быть, это связано с этим. Но опять-таки, моя мама работала в детской поликлинике, медистрой. И я помню, как мама тщательно держала на контроле детей инвалидов, посещала их регулярно. И даже здоровых новорождённых детей моя мама каждую неделю ходила, посещала их, уделяла им время, показывала, как нужно кормить, показывала, как нужно пеленать роженицам, помогала им, ходила. Я помню, как мама вела отчёты ежемесячно, то есть это было всё вручную. Брался такой огромный ватман, мама расчерчивала там карандашом таблицу, делала всяческие отчёты, там корь, что там ещё, гепатит, БЦЖ сделано, не сделано, сколько детей, сколько девочек, сколько мальчиков, у кого реакция. Всё это вручную подсчитывалось с карандашом. Я помню, моя старшая сестра помогала ей всегда с этими отчётами, ей очень нравилось возиться с цифрами. Мы писали приглашения родителям и ходили, разносили, кидали в почтовые ящики. Вот это я всё помню. В детстве, как мы ходили, мы им помогали после школы, потому что мама очень сильно уставала, у неё был большой участок. И вот, хочу сказать, что раньше, не дай бог ты там приглашение не напишешь, ей родительница не придёт, то есть очень попадала за это медсёстрам. И моя мама ходила иногда порой по 2-3 раза, караулила их вечерами, вручала им в руки опять приглашение, чтобы они пришли. Они то не придут, то не забудут. То есть как-то это держалось на особом контроле. Мы до года обратились всего 2 раза в больницу, как я уже говорила, за направлением для анализов. Да, нам ставили медотвод в роддоме, у нас даже нет ВЦЖ, у нас были проблемы с сердцем. Затем мы готовились к операции в 5 месяцев, затем мы готовились к операции в 7 месяцев, но и потом у нас был перерыв огромный, до года и 2, и вот в этот перерыв ни одного звонка никто не интересовался, где мы, живы ли мы вообще, ребенок на инвалидности. Вот как у вас происходит, как ваши педиатры работают, как они вообще с вами контактируют по поводу прививок, что, как происходит вот этот момент, или же мама сама должна интересоваться, идти и спрашивать, а когда нам следующую прививку, кто должен это контролировать, кто должен подсказывать. И мне вот этот момент очень интересен. А еще хотела ответить еще на один вопрос. Мне несколько девочек уже как бы говорили, писали, что вот она относится к своему ребенку как к инвалиду, а мы не считаем своих детей инвалидами. Но, девочки, на минуточку, вы обращаетесь за пособием по инвалидности, и в то же время вы не хотите признавать, что у вас ребенок имеет статус инвалида. Да, как бы обидно ни было, мне тоже не хочется называть своего ребенка инвалидом, я его и не называю. Но так как мой канал посвящен детям с особенностями развития, те, которые имеют инвалидность, поэтому я и пишу такие названия, чтобы привлечь внимание родителей, чтобы мы как-то вместе все это друг другу поддерживали, писали комментарии, делились опытом. Ну, не знаю, как вы себе представляете инвалид, значит, неспособный. Так? В переводе с английского даже не неспособный, но возьмем синоним. Неспособный. Неспособный самостоятельно что? Все, что кушать наши дети не могут самостоятельно сосать, да, потому что у них там расщелина, они самостоятельно не могут кушать. У нас при рождении были проблемы с сердцем, у нас были проблемы, нам ставили полную глухоту, и поэтому, когда мы проходили комиссию, как комиссия должна назвать моего ребенка? Инвалид. А как я еще иначе? Да, это неприятное слово, да, инвалидность временная, будем надеяться, что инвалидность снимут. Но, тем не менее, если вы получаете пособие по инвалидности, значит, у вас есть ребенок-инвалид. И ничего постыдного я в этом слове не вижу. Ну, это, наверное, наше воспитание, постсоветское воспитание, что инвалид, все, это обязательно колясочник, там, без рук, без ног, ДЦП или еще что-то. Нет, есть куча таких заболеваний, которые внешне никак вы не разглядите, но, тем не менее, ребенок находится на инвалидности. Поэтому не стоит обижаться. Вот. Ну, все. Я жду ваших комментариев. Хочу услышать от вас, прививаете ли вы своих детей? Если нет, пишите ли вы отказны и с какой целью? Какие причины? Что у вас подвигло отказаться от вакцинации? Ну, многие ругают старшее поколение, что вот молодежь такая пошла, что умничают, не хотят прививаться. Дело, наверное, не в том, что они умничают, а дело в страхе родителей. Действительно, интернет нам... Интернет нам дает много информации, поэтому, когда читаешь такие страшилки, конечно же, мама будет переживать за свое чадо. Я вам всем-всем желаю здоровья, берегите своих детей, берегите себя, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!